Всем привет, с вами Мимик и мы продолжаем проходить НИО 2. В прошлый раз мы прошли перед разрушением основного задания и нам открылись некоторые дополнительные задания, поэтому сегодня мы начнем их проходить. Первое это у нас поиски Акуни, 90 уровень, 7 источников мы уже там использовали, дает нам сама Акуни. Приветствую, можно ли попросить тебя об одолжении? В прошлый раз в бане меня угрозило в суматохе обронить одну из моих шпилек. Она мне очень дорогая, я хоть и не имею возможности объяснить почему, увы, после произошедшего я боюсь отправляться туда в одиночестве. Не составишь ли мне компанию? Пошли. Составим ей компанию, почему бы нет, милые девушки. Спасибо за дверь. Если честно, я во всем этом не очень. Ладно, пойдем уже. Пойдем уже. Непонятные эти прогрузки. В общем, из главного, я поменял здесь шмотки и самое главное, что я себе сделал катаны. Не плюс 4, а плюс 2. Ну и этого хватит, поэтому сегодня мы будем прокачивать, начинать прокачивать катаны. Потому что нам надо 120 тысяч в них взять, чтобы пройти квест. Это, конечно, тупо сделано на самом деле, но что есть, то есть. Поэтому, да, можно было, кстати, начать видео там с Дадзю, но там особо разницы нету. Поэтому сегодня катаны. Переключаемся на них. Как найду. Как? В общем, да, катана. Нижняя стойка, довольно быстрая и хорошая. Средняя стойка. Понятное дело, средняя, хорошая. И высокая стойка. Сильная и хорошая. Поэтому давайте рассматривать. Начнем со средней. Здесь у нас открывается дверь. Лута нету, потому что лут наверху. Используем светилища. Менять, я думаю, особо ничего не будем. Поэтому погнали. В общем, баня. Помним. Потому что раз выходили, нам надо сначала подняться, точнее спуститься вниз, потом подняться наверх. Так, здесь у нас деваха летает по периметру и тессу. Девакатаны хороши тем, что очень много ударов. Они очень хорошо навешивают эффекты. Но в плане урона. Поначалу, по крайней мере. Похуже. Ну и многим оружием тоже они проигрывают. Но... Да пока что. Блин, Тесо. Блин. Не убили двух врагов, а уже прокачали мастерство оружия на один. Мастерство прокачивается от нанесенного урона. Поэтому в самом начале особого смысла нету. Играть там с разными стилями, их там одновременно как-то попеременно прокачивать, потому что это все будет долго. Сейчас же за двух врагов мы получили... Где у нас? Две катаны. Уже полтора уровня, грубо говоря. Хорошо. Две катаны, что у них есть. И яй. С первой... Ну как... С одноручной катаны. Ураган. Выпадем она. Это парирование. Ну хотя нет. Дальше у нас идут парирование. Это просто удар из блока. Такой. Хотя да, написано парирование. Парирование я не силен, поэтому... Посмотрим. Ну ураган я возьму. Вот такая вот крутилка. Хорошо. Всех мы убили. Поэтому давай разбираться. Как у нас здесь происходит... В левой части у нас здесь... Нуриона на самом деле. Две их. Одна он плавает. Ниже. Поэтому довольно опасно. Жалко у меня нету... Молний. А где? Да, крутилка. Эээ. И убиваем. И еще одно. Очко. В пользу меча. Лут. Можно, в принципе... Поубивать. Ревенантов, потому что тоже прокачивается это все дело. Еще один горячий источник. Лавок. Меч воды. Довольно хороший. Ураган. Ураган. Вторая версия. Сакура. Цвету. Тоже вполне хороший. Даже чем-то напоминает удар в катание. Утреннюю луну. Ну, я думаю, возьмем ураган. Два. И теперь у нас он вот такой вот. Также можно поставить... Не, не то я хотел. Так как мы убегаем с ураганом. Таинство молний вполне неплохо. Получение аниме. Восполняют под сердцами. Уронки. Уронки же? Да. Здесь сбивать всегда полезно. Чувак Садатя. Опасно. Слишком полагаюсь на навык. Хорошо. Вышли из другой стороны. Здесь сзади у нас ничего нету. Пошли смотреть, что у нас здесь. Сверху у нас гаки. Можно было из лука его убить. Такое. Здесь у нас тамахаги. Да, оружие у нас пробудилось. Правда, ничего не сказала. Ну и можем пока что кидать блинчики. Довольно красиво, кстати. Лут. Чувачок. Тоже. Убьем. Еще один горячий источник. И да, нам сейчас дают где-то по 100 славы. Плюс-минус за врагов. Одна вещь. Ну, одно оружие. Покупается за 300. Ну, там 300 с чем-то. Поэтому, да, фармить душа. Нужно. Души, славу. Ну и все. Вышли с другого прохода. И этот этаж у нас зачищен. Поднимаемся. Вышим. И смотрим, что у нас здесь. Во-первых, у нас здесь... Помним. Крестики, значит пол. Не обрушивается. Хорошо? Хорошо. Здесь же. Обрушение. Я бы чуть передохнуть. А куда-то там упало-то. Непонятно. Здесь у нас скелет. Получай. А где ты? А, она в самый низ упала. У дуреха. У дуреха. Плохо. Ну, да ладно. Можно походить. По перекладинам. Помним, что здесь у нас лут. Чтобы ее взять, нужно таким вот образом к нему добраться. Оттуда она не может никаким образом вылезти, потому что там мир тьмы. Волны Юкаев нужно будет уничтожить. И тогда мы сможем опустить лифт. Пошли тогда ее спасать. Да, получаем какое-то количество урона. Ничего страшного. Там, где она стоит, начнется волна у нас. Главное не помирить в этой волне. Бабка. Также мелкий. Не попадаю. Убей его. Потому что циклоп нам здесь не нужен. Убуми. Теса. Главное здесь еще и не упасть, бля. Теса умер. Давай, стак и себе огонь. Да, блин. Получай воду. И получай и пандатарой в лицо. Ну и монах. Монах опасен. Кушаем. Вставай. Вставай. Ну и все. Победа. Довольно сложная волна, потому что и Убуми, и Теса довольно неприятные враги. Они вместе не поодиночке. Плюс шанс упасть. Плюс арена сама по себе такая непростая. непростая. Поэтому здесь довольно много людей погибло. Их можно всех поубивать на самом деле. Я за кадром, наверное, все-таки их поубиваю. Особо ничего прокачивать не буду, поэтому, чтобы вам как бы не растягивать, поэтому просто поубиваю всех этих ревенантов. и продолжим. Окей, ушки. Убил последнего. И погнали. Самое главное не забыть деваху с собой. Заходи. Да, собственно, попадаем сюда же. где? Здесь у нас находится точка. Здесь еще можно кого-то убить. Делать я, наверное, этого не буду. Здесь можно подобрать лут. Здесь можно подойти к лут. Аккуратненько выходим. здесь у нас закрыт проход. И здесь у нас тоже закрыт проход. То есть попасть сюда можно только через лифт. поэтому возвращаемся. Давай еще жахнем. пилюльку. Лут я вроде бы везде здесь собрал. Да. деваха, ну ты прикалываешься или что? Ладно, пошли так. Пошли без нее, как говорится. Что по навыкам? Уже 8 уровень, 16 тысяч. Хорошо, почти 1 пятое. Достигнуто 5 очков в катании. Что бы я хотел взять? Увеличивает урон добивающих ударов. Такое. Сети пассивки, конечно, хорошие, но такое себе. Возьмем меч воды. Он у нас вместо урагана идет. и второй уровень увеличивает скорость нанесения рубящих ударов. Также можно взять сакуру цвету, цвету точнее. Будет вполне хорошим вариантом. Поменяем немножко. урон ки нам здесь не нужно. Вот сакуру цвету. Я бы поставил урон ки. Здесь бы анима объемки. сила духа для нанесения урона вполне неплохо. Аним можно получать тоже неплохо. Ну и молния навешивается. В принципе тоже неплохо. Давайте посмотрим насколько. В общем сакуру цвету. Прыжок. Ой. Удар. Йоккио. Нет. Опасно. Ну так же я опасен Е. Как тебе там комфортно стоять? Дурешка. Она на этой миссии постоянно тупит. Иногда скидывают героя куда-нибудь. Иногда нет. Но здесь без нее конечно довольно плоховато. Блин. Нет. Было опасно даже адулгаки чуть не скисли. Но здесь у нас будет еще опасней. Потому что у нас на махаге плюс нурионна. Они постоянно агрятся вдвоем. Что довольно плохо. можно попытаться сагрить чисто на махаге. С девкой понятное дело легче все это дело провежнуть. У одного же. Блин. Тебе нужно сражаться. Ты еще не ведаешь пути меча. ружья у нас открыло голосок. Но как-то так. сундук. Здесь всегда сет кинга попадается. Правда разной редкости зависит уже от вашей удачи. Сет довольно хороший. И вполне его можно даже сейчас использовать. какие многие другие. Посмотрим. А ну да. У нас даже есть одна шмотка кинга. Правда силы не хватает. Даже две у нас шмотки кинга. У нас же есть урон добивания, урон ближнем бою, урон ударов спину, урон кив ближнем бою. То есть бонусы отличные для сета. Поэтому да, можно пользоваться. И получается все. Возможно и пролутано мы получили. Теперь осталось только пуститься обратно. Использовать святилище и пойти на финальную арену. Финальный босс это Энанра. Босс огненный из получается у нас второй миссии сюжетной. Особо снова уже что-либо ставить я не буду. Единственное что еще один поинт катанием. Кружащийся дракон выглядит конечно эффективно и интересно но на самом деле мало эффективен. Поэтому такой себе. Здесь у нас максимум можно брать здесь у нас скорости вполне запасы в защитной стойке вполне хорошо. Поэтому крестное знамение ну F довольно тоже хорошее. Блин снова с нами не поехало. Без нее будет довольно сложно потому что босс немножко по жизни крупноват. Заходи давай. плохо что я не любитель высокой стойки я больше предпочитаю среднюю стойку потому что ворота более хорошие а у парников в основном все удары заточены как раз под верхнюю стойку. остался один противник и нам же здесь у нас нету бочек с водой поэтому как-то будем выживать блин больно да пока он бьет наша деваха блин захват урона он также носит довольно много вставай хотел навешать дебаф и попал че у нас по пилюле можно похавать да блин я ж нажал используем духа в нашем спаме что плохо так хилка так то что мы не сможем остановиться вот он переходит обратно в мир духа если когда он переходит в мир тьмы он понятное дело дамажит а мы остановиться не можем и тем самым получаем урон да и нам же конечно есть наверно здесь лучше было бы так крутилка наша первая поднахил и в принципе она его добила но хп у него очень много для такой миссии и в целом конечно очень серьезный противник неужели меня убил человек чудное дело шпилька с бусиной богато украшенная шпилька для волос крупной бусиной на одном конце принадлежащем акуне и используемая для создания хитроумных причесок вторую такую же шпильку по слухам носит ее младшая сестра то есть у нее еще есть сестра также мы прокачали красное знамение кстати надо было использовать было бы неплохо ну и пойдем без жалостности тем самым мы прокачали 24000 за одну миссию дополнительную что вполне неплохо вот и всем спасибо за помощь не за что о моей сестры есть такая же заколка камень духов говоришь ей всегда нравилось всего свечения и вечно она им любовалась а потом раз и исчезла без следа ничего не сказав еды если по слухам собирают эти камни ради своих омерзительных войн надеюсь моя сестра в этом всем не замешана спасибо тебе большое за все не за что еще одну и на ножу получили ну и вот такой вот у нас квест получился в общем в следующий раз другой квест а пока на этом все пока пока